Говорят мы бяки-буки, как выносит нас земля. Дайте что ли карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх, ма! Завтра дальняя дорога выпадает королю, у него деньжонок много, а я денюжки люблю. Ой-лю-лю, ой-лю-лю, а я денюжки люблю. Ой-лю-лю, ой-лю-лю, эх, ма! Сегодня у нас такой прямой эфир с моей песней. Привет, дорогие, привет! Привет, привет, привет! Добрый вечер! Сегодня будем говорить про денежки, про баблишки. У кого будут вопросы не про деньги, значит, будем работать с картами ангелов. У меня сегодня вот такая колода. Здесь есть очень много подсказок. Также есть вот такая вот брошюрка с интерпретацией. Но сегодня я решила, что мы будем активировать свою денежную карму, денежную энергию. Добрый вечер! И вот такие вот денежные карты с аффирмациями, с установками. Они такие двусторонние. Их немножко, но я думаю, что какую сферу вам прокачать в деньгах и что именно нужно прокачать, я думаю, что эти карты вам подскажут. Вчера у меня была работа, платный сеанс был с девочкой по, видимо, я сказала это в прямом эфире, и была работа по женатикам. Девочке 37 лет, у нее в жизни не было свадьбы, не было мужей, не было детей, только женатые мужчины. И вот мы работали, откуда это идет, в чем вторичные выгоды скрытые, которые не видно, в чем не проявленное. Вы знаете, столько мы там всего накопали, что я даже не ожидала, что результат будет вот такой, что у нас получится. И что мы на самом деле ушли вообще очень далеко, совершенно, вот как всегда я говорю, да, причина в бессознательном, совершенно в другую сферу, которая вообще отношения не имеет ни к женатым мужчинам, ни к отношениям с самой собой. То есть это вот там далеко, глубоко в подсознании действительно глубинная проработка. А кажется, что это все лежит вот так на поверхности, и что ты на самом деле все умом понимаешь, тебе все понятно. Но когда ты начинаешь копать, когда начинаешь углубляться и искать глубинные вот эти причины, из подсознания там такое вылезает просто, черти там лезут из подсознания. Вчера хотела провести денежную тему, но видите, мне не пустили, я сидела перед телевизором, включили мы, приехала специально к папе с мамой, чтобы посмотреть себя у Малахова, у них дома. А после этого хотела провести прямой эфир. Так вот, передача идет полтора часа, именно через час у меня сработала сигнализация, и прямо через час я спустилась к машине, разбиралась там с этими дворниками, с этими мусорными баками и пропустила свое крутое выступление, которое я ждала. Еще, кстати, до сих пор не посмотрела, как я там нормально, ненормально вырезали, не вырезали, ничего не видела. Так что, наверное, может сегодня вечером как раз посмотрю. Сережа, привет! Если хочешь, выходи в эфир. Я как раз вот только начала, пять минут как. Так, мы с тобой в прошлый раз не договорили, не проговорили. У меня тут девочки мой директ просто завалили. Какой прекрасный Сережа, какой симпатичный. Говорит про боженьку. Просто не мужчина, а мечта. Если готов, можем с тобой потрещать. Девочки, кто хочет экспресс-консультацию онлайн, здесь и сейчас, у кого есть свой вопрос, пишите. Хочу совет психолога. И мы с вами прямо онлайн решим ваш вопрос. Посмотрим подсказку от трансформационных карт. Посмотрим, что вам говорят и вещают ангелы, архангелы. Какое есть послание для вас, что нужно проработать, что нужно исцелить, в какую сферу нужно углубиться и в чем найти свой ресурс. На самом деле, может быть, одна-две какие-то подсказки вас направят в правильном русле и дадут вам потенциал, заряд энергии и те силы, которые вам необходимы для реализации какого-то вопроса. Да-да, Сережа. Кто был, кстати, в прямом эфире, когда мы с Сергеем? Ну, мы буквально там, не знаю, мне кажется, минут 5-10 мы недолго. Недолго у нас была дискуссия. Мы продолжим. Раз вы просите, мы продолжим. Привет, Наив. Привет. Ты в машине, что ли? Да-да, меня хорошо слышно, нет? Тебя хорошо слышно. Прекрасно. Я вот не знаю только, с каким вопросом. Не сходишь. Но я с мамой, да, с мамой еду, да, буду, говорит, какое у нее будущее. У мамы? Да. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. С каким сыном у вас лучшее будущее, прекрасное будущее? За него я знаю, я за себя. Да-да, какая там карта выпадет ей? Ну, будущее, блин. А конкретный вопрос есть какой-нибудь? Конкретный вопрос какой у тебя? Замуж хотят? Здоровья. Здоровья, по здоровью, вот, например. Людмила меня зовут? Людмила зовут, да. Здравствуйте, Людмила. Людмила, ну вот у вас вышла карта изменения колеса судьбы. Послание Архангела Михаила. Время положительных изменений. Ситуация внезапно изменится. Удача на вашей стороне. Ну вот. Ой, слава богу, спасибо большое. Колесо судьбы, колесо фортуны. Ой, мне кажется, вообще прям не парьтесь. У вас такой сынуля прелестный. Он у нас в прошлый раз вышел в прямой эфир. У меня девочки просто все за этими сообщениями. Кто это Сережа? Женат он или не женат? Где он живет? В каком городе? Такой симпатичный. О боге говорил. Прям все, понимаешь? Не мужчина, а мечта. Очень приятно слышать. Очень приятно, да. Ну, конечно, конечно. Здесь главное не фанатеть, а именно разумно всегда подходить к каждому делу. Ну, и, соответственно, к религии. У кого, смотря у кого, какая религия. Поэтому я не призываю никого всегда, чтобы все там в православие уходили. Если, я всегда так говорю. Кто-то там буддизм, да, у кого-то буддизм, у кого-то ислам, православие, там, еще какие-то, может, религии есть. И я всегда говорю, если это помогает, дерзайте. То есть, всегда так. Вот. А так я, конечно, придерживаюсь тем, что если мы уж крещенные все, во что крестились, ну, и хотелось бы и познать, ну, и, соответственно, с этим жить. И это помогает. А ты едешь или ты стоишь? Нет, ну, я в пробке. Так говорить-то могу я. А, чтобы мы тебя не отвлекали от дороги. Да не, нормально, нормально. Все в порядке. Как вы переживаете карантин? Паш, привет. Нет, да нормально, потихонечку на самоизоляции. Я надеюсь, что с июня месяца уже там все будет в работе, все нормализуется. Страна перезагрузится. Вот. И я думаю, она уже перезагрузилась. И я думаю, какие-то уже множества будут в сфере работы и вообще у всех, наверное. А ты будешь в той же сфере? Ты будешь в той же сфере или? Да, я в той же сфере, да. Пока никаких изменений не было. Все в порядке. Вот. Я хорошо. А у тебя там что-то не получилось, да? Там авария у тебя там была или что? Да нет, у меня вчера я пришла к папе с мамой Малахова смотреть. Думаю, сяду вместе с толком, с расстановкой, посмотрю на себя. И именно в момент, где я должна была быть, у меня сработала сигнализация и мусорный бак от ветра откатило к моей машине, сбило зеркало. На самом деле ничего страшного, ну просто ощущения не очень приятные. Когда вы вчера передача на Малахова? Вот вчера была. А, нет, а ты с ним была, получается, в эфире? Вчера уже было в эфире, да, мы снимались неделю назад, а вчера уже вышла в эфире, и я вот пропустила себя. Ну, в интернете посмотрю, не проблема. А следующий эфир когда будет? Ну, как позовут. Да? Да, вот вытащила тебе, смотри. Шестерка Жезлов, ух, смотри, Воин на белом коне, я не знаю, видно тебе, нет? Вижу, вижу, да. Да, Воин на белом коне с таким огромным жезлом, посохом, у него корона, вокруг него, я не знаю, кто это, феи, какие-то, знаешь, жрицы, может быть, у них тоже эти жезлы. И карта гласит, победа, хорошие новости, общественное признание и награда. Прекрасно. На этой ноте, Сережа. Хорошо. Спасибо, очень приятно. Спасибо, что позвонил, я тебя обнимаю, целую. Давай, будут вопросы? Да. Вам спасибо, вам счастливо. Вам спасибо за такого сына. Да. Все, очень рад тебя был видеть, на связи, спасибо тебе. Давай, пока-пока, дорогая, пока. Ксения, звоню вам, Ксюник 3044. Брат, привет, тут был Паша у нас. Ксения, если у вас есть запрос, я звоню вам. Желательно, чтобы интернет, конечно, хороший был, чтобы у нас звук не двоился. Да, да, добрый вечер, девочки, добрый вечер. Я сегодня хотела посмотреть денежные проработки, я хотела посмотреть денежные каналы, у кого какой ресурс в денежном аспекте, где есть денежный потенциал, где его нет. Но если есть какие-то другие вопросы, давайте посмотрим. Ловите момент, пока я открыта. Ксения, набираю вам, у вас интернет хороший, что-то не ловит, не ловит. Ксюник 3044, звоню вам. Кто хочет разбор, дорогие мои, пишите. Хочу совет психолога, и мы проведем с вами экспресс-консультацию, такую демо-версию прямо онлайн. Посмотрим, какая карта трансформационная вам выпадет, и в чем у вас ресурс, где ваша сила, и какая денежная установка вам сопутствует прямо здесь и сейчас. Так, Ксения, что-то у вас непонятное с интернетом. Непонятное с интернетом. Не могу до вас дозвониться, дорогая. Не могу дозвониться. Если с интернетом проблема, вы можете добавиться. Там есть такая кнопочка «Стать гостем». Что-то у меня не получилось, дорогие мои. В общем, смотрите, денежная тема. Кто еще не зажег свечки, зажигайте. Денежные свечки изобилия, чтобы они способствовали нашему успеху и денежной энергии. Что я хотела вам рассказать, господи? А, про деньги, про деньги. Про деньги. Смотрите, у нас есть женские деньги, а есть деньги, которые приходят от мужчин. Вот женские деньги, а есть деньги, которые мы зарабатываем сами. Вот женские деньги – это те, которые приходят из пространства, от мужчин, в качестве какой-то энергии, подарка. То есть женские деньги, они такие больше неожиданные. Они не про достижения. Женские деньги – свечки зажгли, супер, молодцы. Женские деньги, они как раз говорят о самосовершенствовании. То есть чем больше женщина прокачивает свою женскую энергию, тем больше денег в ее жизнь приходит из различных источников. И ожидаемых, и неожиданных. Вчера меня девочка спросила, что значит себя прокачивать. Так вот, себя прокачивать означает, когда вы вот эти самые энергии в себе культивируете. Когда мы себя прокачиваем, мы всегда занимаемся собой, своей самостью. Так же, как мы ходим в душ каждый день, мы так же прокачиваем свою душу каждый день. Если этим не заниматься, энергия не циркулирует в организме. И женские деньги, они об этом и говорят. Женские деньги означают, когда женщина себя настолько прокачивает, что деньги ей приходят из различных источников, из различных ресурсов. И все эти ограничения только у нас в уме. Что, ой, откуда мне придет? Это может быть какой-то долг, про который вы забыли. Это может быть какой-то финансовый подарок из другой страны. Это может быть от какого-то прошлого мужчины или нового мужчины. Или от друга, брата, сестры. То есть какой-то денежный подарок, какая-то денежная энергия. И когда мы начинаем прокачивать свой эмоциональный интеллект, это значит, когда мы умеем отслеживать свои эмоции, умеем отслеживать свои чувства, свои ощущения. Когда мы коммуницируем с другими людьми в потоке, денежная энергия к нам приходит. То есть фактичность вот этой денежной энергии зависит от внутреннего уровня энергетики человека. Если женщина себя постоянно развивает, если женщина культивирует свою женственность, если она умеет отслеживать свои эмоции и их проживать, как негативные, так и позитивные. Мы знаем, да, что у нас нет негативных эмоций. У нас все эмоции правильные. Просто негативные эмоции мы проживаем и позволяем им быть. А позитивные эмоции мы разливаем и на себя, и на всех вокруг. Негативные эмоции – это не значит, что нужно всем подряд эти эмоции скидывать на людей вокруг эти эмоции. Негативные эмоции означают, что да, я их знаю, признаю и ощущаю, даю им свободное место в этой жизни. То есть если появляется грусть, печаль, тоска, обида, боль, страх, гнев, раздражение, чувство вины, стыды и любые неприятные эмоции, сопротивление, отторжение, презрение, мы эти эмоции не подавляем, не заглушаем, мы их проживаем. И когда мы научимся правильно работать со своим эмоциональным интеллектом, в это время к нам приходит правильная энергия в денежном аспекте. Дальше можно работать со своей самооценкой, с уверенностью в себе. Дальше можно работать со своим внутренним потенциалом, со своим ресурсом. И на уверенную прокачанную женщину приходит такой же мужчина. Если вы уже живете с мужчиной, поднимая уровень своего эмоционального интеллекта, мужчина будет считывать вашу энергию. Потому что когда вы вместе живете, у вас общее энергетическое биополе. И он вас считывает и начинает вести себя так же, соответственно, как и вы себя ведете. То есть энергетическое поле мужчины определяет поведение женщины. Если женщина женственная, у мужчины всегда будет внутренний энергетический потенциал. Если у вас нет вопросов, давайте я включу те вопросы, которые вы мне писали в директ. Если кто-то хочет посмотреть свою ситуацию в отношениях или по финансам, пишите «Хочу совет психолога». Я вас добавлю в эфир. Мы с вами проведем такую экспресс-консультацию прямо онлайн и рассмотрим именно ваш вопрос. Так. У меня такой вопрос. У меня вот здесь есть 80 вопросов ваших. Я их переписывала с директа. Видео-ответы не успеваю на них записывать, поэтому буду оглашать и вытащу карту на этот вопрос. В конце эфира мы, кстати, вытащим три карты, которые отнесутся к каждому просматривающему этот эфир, поскольку мы сейчас находимся в круге силы, то есть у нас сейчас энергетический поток создается. И этот энергетический поток даст запрос трансформационным картам, которые нам дадут ответ для проработки, ну, предположим, до завтра. Завтра я тоже выйду в эфир в 7 вечера, думаю, что у меня получится. Итак, вопрос. Лишний физический вес. Это вопрос, я не очень поняла. Я хочу, но не факт, что у меня получится подключиться. Ириша, проверь, какой у тебя интернет. Если интернет нормальный, то сядь возле Wi-Fi или где-то. Проверь интернет. Если интернет хороший, можно надеть наушники, тебя будет слышно. Итак, вопрос. Муж, мужчина занят делами. Злой, устает, не спит совсем. Мне жаль, стараюсь понять, но я его не вижу и редко созваниваемся. Как справиться? Я так поняла, что вместе вы не живете. Редко вижу, редко созваниваемся. Как справиться? Ну, во-первых, понять, нужен ли вам такой мужчина, с которым вы редко видитесь и редко созваниваетесь. Может быть, вам нужно фокус внимания убрать с этого мужчины, либо на себя, либо на других мужчин. Почему я всегда советую регистрироваться на сайтах знакомств? Не потому, что вы там найдете себе мужа, а только потому, что у вас сразу появится много внимания со стороны мужчин. Да, это может быть внимание из сексуального характера тоже. Но у нас опять радуга. У нас опять радуга. Давайте я вам покажу. Посмотрите, я не знаю, видно, нет? Смотрите, какая радуга. Видно? Вот такая вот красота. Я так люблю. Ой, радуга. Сейчас, секундочку. Телефон у меня свалился. Люблю радугу. Для меня это как какой-то знак высших сил. Я не думаю, что такой мужчина вам нужен, который занят делами, злой, устает, не спит. И вы его стараетесь понять, то есть вы уже в позиции жертвы. А он, видно, да, увидели? Да, красивая, красивая радуга. А он не может вам даже позвонить, не может с вами увидеться. То есть вы сейчас с этим мужчиной 100% проживаете травму жертвы. И надо подумать, нужен ли вам такой мужчина. Потому что эти отношения уже заранее будут токсичными. Они не будут радующими. Они будут деструктивными. То есть вы себя заранее обрекаете на деструктивные отношения. Посмотрим, что вам нужно проработать. Вот видите, карта вышла. Восьмерка динариев. Очень красивая карта. Ваша искусная работа вознаграждена. Изучите все, что возможно по данной теме. Возвратитесь к духовной школе. Ну, я здесь думаю, что здесь нужно изучить все, что возможно по данной теме. По теме деструктивных отношений. Изучить то, что нужно по теме деструктивных отношений. По теме травмы жертвы. Почему вы притягиваете мужчину, которому неинтересно. То есть мужчина, который в вас заинтересован. Для которого ваша значимость высока. Он будет бегать за вами, как песик. Он будет искать с вами встречи. Он будет умолять вас об этих встречах. У него не будет такого, что, ой, мы редко созваниваемся. И у меня нет времени. Зачем вам такой мужчина? Зачем? То есть уклубитесь в эти знания. И подумайте о том, что вы можете сделать для того, чтобы исцелить травму. Если вы не знаете как, то мой тренинг по исцелению внутренней жертвы вам в помощь. Я как-то пыталась подключиться к эфиру, но меня выбивало. Не давало подключения. Мотивация, вот, пожалуйста, карта. Мотивация, совершенство, амбиции, харизма. Сосредоточьтесь, сосредоточьтесь. И еще раз сосредоточьтесь. Будьте проницательным, будьте лидером. Давайте советы и себе, и другим. Ну, то есть здесь карта говорит о том, что необходимо прокачать, прокачать себя как женщину, которая является значимой для мужчины. А какая это женщина? Это женщина увлеченная, которая получает удовольствие от жизни. Это женщина-кайпуша, которой не важно, что и как мужчина, редко он, нередко он. У нее своя жизнь, у нее своя реальность, у нее свой прекрасный мир. И это она мужчину впускает в свой мир, а не она напрашивается в его мир. Я надеюсь, это понятно, да? Так, Ирина, если ты сформулировала свой запрос, как красиво у вас каждый день радует. Так получилось, не знаю. Давай я про физический вес чуть-чуть попозже отвечу. Пробую звонить тебе, Ирина Попова. Смотри, какой у тебя интернет. Попробуй сформулировать свой вопрос, пока ты подключаешься. Мы уже, кстати, с вами шесть вопросов прокачали из восьмидесяти. Мне надо будет потом директ прочистить и уйти на эти вопросы еще выше. Получилось. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый-добрый, Наилечка. Как твои дела? Ну, в принципе, ничего. Я сегодня вся радостная такая на эмоциях, ну, в плане того, что было сегодня целый день. У нас сегодня то, что было с Ириной. Пусть думают, не рассказывай, что. Смотри, коротко, конкретно, лаконично сформулируй свой запрос. Что бы ты хотела услышать? Наилечка, у меня такой вопрос. В принципе, как тебе сказать, я была поглощена мужем изначально, вот, всю жизнь. То есть им жила, и все было все время для него. А потом, ну, вот со временем я понимаю, что как бы не совсем это все было гладко. Это было, видимо, только мои ворота с моей стороны. Вот. Но сейчас, видимо, какой-то бумеранг срабатывает. Теперь ему хочется внимания, а мне уже ничего не хочется. А сколько лет вы вместе? Двадцать пять. Ты просто выросла, детка. Ты стала большой девочкой. Да, видимо. Рассеялись иллюзии. Да, да, однозначно. Я сейчас это понимаю со временем. Вот жалко, что это не приходит вовремя. Просто не приходит. Сейчас вовремя, Ира, сейчас вовремя. Это вовремя. Сейчас твоя душа готова. Все происходит всегда вовремя и в правильное для этого время. Да. Ну, возможно, да. Всему своему. Тебе нужно... У тебя есть дети? Да, двое. Мальчик и мальчик. Может быть, тебе нужно было поставить их на ноги, вырастить их до определенного возраста. Понимаешь? Не факт, что 10 лет назад было вовремя. Ну, возможно, да. Все, что не делается, оно к чему-то делается. Я это все понимаю. Как вам твой вопрос? Просто сейчас немножко задумываюсь. Точнее, с каждым днем все больше и больше думаю о разводе. И не знаю, смогу ли я, потяну ли я это все материально. Вообще, смогу ли я это осилить? Вопрос, сможешь ли ты осилить развод? Да. Чтобы что было? Ну, чтобы выжить. Чтобы ребят поставить. Все-таки у меня второй еще не такой большой. Вот. Как бы так. А ты готова к этому шагу? В какой-то степени... Пока что в плане этого страх. Ты понимаешь, дело в том, что я за тебя не смогу это решение принять. Готова ты или нет. Когда человек... Ну, это мой любимый пример, я его приведу. Когда человек дико хочет в туалет, он всегда найдет, где справить нужду. Вот всегда. Никогда не будет такого, что человек будет семь дней в себе копить. Ну, не будет. Вот ему надо, он найдет где. Значит, сейчас тебя не припекло так, и тебе просто нет, знаешь, тебя это душит, но пока что ты выживаешь и нормально. Если наступит момент, когда ты уже не сможешь дышать, когда уже у тебя точка невозврата, когда уже у тебя совершенно нет никаких точек соприкосновения с твоим супругом, у тебя не возникнет вопрос, справлюсь я или нет. Ты просто поворачиваешься и уходишь. Вопрос где-то в другом, понимаешь? Потому что если бы ты была готова сделать этот шаг, ты бы уже его сделала. Ну, тут получается как бы некие обстоятельства, да, которые, во-первых, карантин этот наш и все такое. Это все оправдание. Возможно, да, в какой-то степени просто. Что ты хочешь, что ты хочешь, твоя итоговая цель. Вот представь себе, ты ушла. Я хочу быть счастливой, любимой. Давай, хорошо, я поняла. Ты ушла. Ты понимаешь, для того, чтобы быть счастливой, тебе не нужно делать что-то. Будь счастливой здесь и сейчас. Тебе не нужны внешние обстоятельства, чтобы быть счастливой. Понимаешь? А если какой-то шаг у тебя в голове созрел, ты и так это сделаешь. Тебе не нужно спрашивать у кого-то, уйти мне или не уйти. И даже если тебе кто-то скажет, уходи, ты не уйдешь, потому что ты не готова сейчас. Понимаешь? Ну, в какой-то степени, да, тут еще некие там юридические вопросы. То есть я хочу быть уверена. Сейчас я пока не могу проконсультироваться в некоторых вопросах, да, чтобы быть уверенной, что это он у меня не заберет, это у меня что-то там останется. И вот как бы вот... Что мешает тебе быть счастливой сейчас? Моя неуверенность. Значит, нужно не разводиться, а уверенность прокачивать. Понимаешь? Когда ты станешь более уверенной, у тебя и вопросов не станет. Надо мне уходить или не надо? То есть ты, будучи жертвой, ты, будучи человеком, который 25 лет терпел, и, может быть, вырос сейчас сознательно до какого-то серьезного шага, ты сейчас не готова принять это решение, потому что у тебя нет внутреннего ресурса. Твой организм не имеет такой резерв для этой борьбы. Для того, чтобы у тебя был резерв, как ты говоришь, я хочу стать счастливой, хотя это очень обширное понятие, знаешь, для одного стать счастливой – это каждое утро там вареники есть, а для кого-то стать счастливой – это на Бентли ездить, понимаешь? Это разные, это непонятно, что значит стать счастливой. Тебя не понимают наверху. Что ты хочешь, что крыша над головой? Ну, понимаешь, да, у каждого свой запрос, но тебе ничего не мешает стать счастливой сегодня. Для этого нужно очистить свои страхи, убрать из себя эту жертву, искоренить ее, удалить. Посмотри, на моем ютубе есть видео по травме жертвы, по избавлению от страхов. У тебя, возможно, будет чувство вины перед детьми, то есть отработать чувство вины. Прям так и пиши. Берарова страхи, Берарова чувство вины, Берарова травма жертвы. Там прямо тебе будут выходить эти видео. И дальше тебе необходимо прокачивать себя, уверенность в себе, самооценку, женственность, чувственность, сексуальность. То есть, чтобы ты в себе была настолько уверена, чтобы у тебя даже вопросов не возникало. И даже если ты разведешься, ты в состоянии хорошем. Ты, ну окей, я справлюсь, понимаешь? И даже если есть финансовые сложности, финансовые аспекты, которые тебя напрягают, даже эти аспекты будут разрешены. Потому что в тебе будет внутренний потенциал, внутренний ресурс. Понимаешь? Сережа, ты от себя не убежишь. Ты не плотной. Да, да. Что-то я еще такое хотела сказать. А, у меня еще такое чувство, что как бы за пределами дома мне сейчас намного комфортнее, чем дома. Ну, наверное, потому что за пределами дома у тебя нет раздражающего объекта. Да, то есть вот на работе, при общении, при встрече всех там, кого я вижу и все такое. Какая бы там работа тяжелая. На работе ты от себя убегаешь. На работе ты забываешься о своих проблемах. На работе ты в другой реальности. Ты приходишь домой, попадаешь в свою реальность, которая тебя бесит, раздражает и не устраивает. Соответственно, нужно не бежать от реальности, а нужно ее устраивать до тех пор, пока она не начнет устраивать тебя. Понимаешь, да? Да, да, понимаю. Вот. Сейчас почитаю, что тебе тут за карта вышло. Еще знаешь какой момент? Не пытайся вопросы 25-летней давности решить там за один час. Понимаешь, что там хотя бы год за три, что тебе там, допустим, месяц потребуется на восстановление себя, даже будучи в этих отношениях. Еще месяц на исцеление своих травм. Еще месяц на какое-то осознание, понимание. То есть это не будет так, чтобы ты там час поработал и все. Ты там посмотрела вебинар по страхам и все. Нет, это поэтапный, структурированный процесс. Не секундальный. Потому что это накапливалось годами, понимаешь? Угу. Так, а у тебя вот это накопленное годами уже начинает отражаться на здоровье. И это печально. Смотри, конкурирующие цели, скучные детали, конфликт. Вышла пятерка жезлов. Сейчас я тебе прочитаю, что это значит. Сегодня вы должны быть в форме, потому что вам придется подтвердить свое мастерство. И это нормальная ситуация экзамена. Испытание, избежать которого не получится. И тут, то есть у тебя сейчас экзамен, который ты пока не проходишь. Тебе нужно взять свою жопку в руки и попробовать действовать. Начать нужно с себя. Безусловно, начинать всегда с себя. Карантин – прекрасное время, чтобы сбокусироваться на себе. Едем дальше. Тут неважно, идет ли речь о соревновании с конкурентами, о противоборстве двух мнений или о психологическом состязании с близким человеком. Вы должны сразу взять быка за рога и доказать, что вы по-прежнему на высоте. Если вы поведете бой честно и к тому же с полной отдачей, победа вам обеспечена. Однако, даже если вам достанется второе место, все же оставайтесь довольны тем, что приняли участие в этой борьбе. Дополнительные значения – необходимо расставить приоритеты. Если присутствуют неприятности, тревога и соперничество, победите напряженное соревнование. То есть у тебя в итоге, по факту, все должно получиться. У тебя есть психологический конфликт с близким человеком, но начинать нужно всегда, Ира, с себя. Да, 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 да. Я понимаю это теоретически, но иногда... Все, если ты все понимаешь, то надо брать и делать. Все, от того, что мы что-то знаем, это не работает. Надо брать и делать. Как-то так, дорогая моя. Да, спасибо, мой родной человек. Тебе спасибо. Обожаю тебя. И очень-очень. Вот у нас выпала карта, выпала карта, понимание, решительность, совершенство, неутомимость. То есть тебе вот все-таки нужно, она сама выпала. Неожиданно. События, которые происходят с большой скоростью в вашей жизни. Распланируйте свое время так, чтобы вы могли тщательно рассмотреть разные варианты решения проблем. У вас будет творческое решение. Ну, то есть я думаю, что ты справишься с этой ситуацией. Главное начать действовать и не откладывать. Не будет завтра, не будет второй жизни. Твоя цель счастья – бери и делай себя счастливой. Утопи себя в творчестве. Просто делай это с утра до вечера. Готовь, я не знаю, кайфуй, танцуй, рисуй, пой. Делай что-то, что тебя будет наполнять ресурсом и творческой энергией. Поняла? У меня сегодня ребенок младший сказал, говорит, мам, может, ты попоешь, ты давно не пела. Вот, вот, вот. То есть наполняй себя, делай это регулярно, не от раза к разу, чтобы у тебя каждый раз был эффект накопления. Поняла? Да. Все, спасибо тебе за звонок. Спасибо. Спасибо за звонок. Понимаю тебя. Пока-пока. Пока. Девочки. Так, звоню, кто у нас. Тренинг очень. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Кто мне писал? Повторите, пожалуйста. Хочу совет психолога. Кто писал? Не могу найти. Прича есть на эту тему. Делал ли муж тебя счастливой? Ой, Наташа, не знаю эту притчу. Потом выйдешь в эфир, расскажешь. Интересный эфир, радужный, благодарю. Хочу совет психолога. Ага, Ирина Ломакина. Как красиво у вас каждый день радуга. Так. Ирина Ломакина, да? Если у тебя с интернетом в порядке, звоню тебе. Какая ты ягодка сегодня? Спасибо. Можно по карте, в чем найти себя? Какая область принесет радость, деньги, пользу Вселенной? Можно. Ирина Ломакина, если ты на связи, я звоню тебе. Звоню тебе. Наташа, тебе денежную карту буду доставать. Здравствуйте, Ирочка. Здравствуйте. Я рада вас видеть. Добрый вечер. Приятное знакомство. Я тоже рада. А то мы только заочно и заочно. Да, да, да. Что-то вас плохо слышно. Скажите что-нибудь. А сейчас? Сейчас нормально, нет? Да, вот сейчас получше, да. А, ну я поближе поднесу. Да, поближе, да. Я вас слушаю. Какой у вас вопрос? Я задумалась сейчас купить квартиру. Переехать из Красногорска в Москву. Это хорошая тема. И у меня вопрос. Сейчас я заканчиваю свою ипотеку платить. Вот. Я думаю, или мне брать новую ипотеку, чтобы купить квартиру в среднем состоянии получше, или мне взять без доплаты, но состояние похуже, и потихонечку, уже без ипотек, ну там как-то потихонечку делать ремонт, не торопясь уже, потому что я, честно говоря, устала уже от этой ипотеки. Солнце, в чём мой психологический совет тебе? Скажи. В чём я как психолог могу тебе помочь? Я тоже в Красногорске, привет, соседка. Так и я в Красногорске. Да. Все мы из одной деревни. Ну я боюсь ещё раз в эту кабалу попасть. Я тебе могу, конечно, достать какую-нибудь карту, но я, ты знаешь, сомневаюсь как психолог в том, что я могу тебе психологически с этим помочь. Может, у тебя есть вопрос какой-нибудь в отношениях, в саморазвитии. Нету. Их нету абсолютно. Хорошо, давай посмотрим, что у тебя с ипотекой. Ну, можно и с отношениями, я тоже рада была бы посмотреть, чего там. Тебе нужен конкретный запрос. Так, сейчас посмотрю, что вышло. Насчёт твоей ипотеки. Не знаю, знаешь, когда вопрос некорректный, ответ тоже бывает непонятный. Десятка динариев, счастливая семейная жизнь, финансовая безопасность, способность найти немного волшебства в мелких вещах вашей жизни. Сегодня вы можете наслаждаться полнотой жизни. Плоды созрели и ждут лишь того, чтобы вы пришли и собрали их. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Ощутите себя человеком богатым. Ой, прошу прощения. Человеком богатым внутренне и внешне. Поделитесь своим богатством с другими. Если вы намеревались заключить сделку или совершить прибыльную операцию, то сегодня для этого подходящий день. Всё, чем вы занимаетесь сегодня, принесёт вам не только прибыль, но и радость. Заключайте выгодные сделки, радуйтесь своему успеху, счастье, чувство завершённости вам сопутствует. Представляешь? Да. Оказывается, они и на ипотеку ответы знают. Я не знала. Я думала, что так невозможно. Добрый вечер, я бухаю, как бросить. Какая прелесть, какая прелесть. В общем, как ты так, Ирина? Что у тебя по личной жизни, спрашивай? Ничего. У тебя ничего по личной жизни? Вообще ничего? Вообще ничего. А где папа у нас? Что у нас там с папой? Мой? Твой. Папа с мамой живёт. Папа с мамой живёт? Это какие у вас отношения с папой? Ну, да так, вроде ровные. Ну, мы редко созваниваемся, но созваниваемся. Мы всегда по делу. Если что-то мне нужно, я к нему звоню за помощью и обращаюсь. А конфликт есть с папой? У меня? Да. Да так, не скажу, что... Ну, близкие никогда у нас не были отношения. Ну, так, когда прям припрёт, я понимаю, что надо к родителям за помощью обращаться. А что ты делаешь для того, чтобы мужчина в твоей жизни появился? Сколько свиданий у тебя было за последние полгода? Нисколько. За год. Ой, ну немножко было, может быть. Немножко? Сейчас двойку влеплю тебе. Ну, Ира. Ну, ты же красивая. Надо ходить на свидание. Надо. Знаешь зачем? Чтобы раскручивать вокруг себя мужскую энергию. Тебе нужно, чтобы от тебя пахло. Подождите, у меня... Что у тебя там? У меня что-то со звуком стало. Не слышно тебя? А что мне нажать? А? Слышно тебя? А что мне нажать надо? Ничего, а тебе не слышно? Слышно плохо. Ну, ладно. Это мне позвонили, наверное, что-то сбилось. А сейчас тебе слышно? Посмотри. Да, да, я слышу. Смотри, вышла карта насчет отношений. Значит, отношения тебе нужно ходить на свидание. И на неприятные тоже. Хотя бы один раз в неделю. Вообще по-хорошему каждый день. Ну, ладно. На сайте знакомств. Прям не ври. Пиши все, как ты хочешь. Что хочу замуж. Хочу для серьезных отношений. Вот мне столько-то лет. У меня столько-то детей. Живу там-то. То есть прям вот хочу жить у мужа. Не надо к себе домой никого водить. Но хотя бы на одно свидание в неделю ходить для того, чтобы прокачивать себя по-женски. Потому что когда мы живем в семье, мы немножко становимся такими кухарками. И мы забываем о том, что мы женщины, мы сексуальны, что нам нужно транслировать женственность, чувственность. Мужчина это не считывает. Мы проходим мимо, он даже не замечает. Потому что нет вот этой прокачки. То есть женщина не вибрирует с женщиной. Почему на свидание ходить? Чтобы чуть-чуть себя прокачать по-женски. Чтобы чуть-чуть у тебя было на вибрационном уровне, чтобы ты пахла женщиной. И нужный твой мужчина придет. Вот ты сходишь на 10 свиданий. Ты поймешь. Так. Этому нужен только секс. Этот глупый, неначитанный не подходит. Этому вообще 25. Вообще о чем он там? Этому 90. То есть ты немножко как-то, у тебя картинка появится, ты хоть будешь думать в правильном направлении, понимаешь? И тебе, вокруг тебя раскачиваться будет вот эта энергия сексуальности. Ты начнешь флиртовать, заигрывать, кокетничать, наряжаться, прихорашиваться. То есть это прям хороший такой тренинг по приобретению мужчины в своей жизни. Теперь смотри, что у тебя вышло. Что у тебя вышло? Двойка почему-то вышла, чаш. Не знаю почему. Сейчас, секундочку. Значит, двойка чаш. Отношения, которые станут ближе. Проработать прощение. Положительное разрешение конфликта. Вот почему я спросила про конфликт, есть ли у тебя. Я думаю, что с папой где-то на внутреннем уровне, на бессознательном есть конфликт, и с ним хорошо было бы прокачать и проработать. Это непроявленное, неосознанное. Но оно есть, ну, 99,9. Оно есть. Просто нужно написать письмо прям папе. Желательно это делать 21 день, каждый вечер за свечой, чтобы немножко свое сердце опустошить от обиды, боли, которая когда-то была. Может быть, в три годика, когда тебе было. Ну, что-то, знаешь, и у тебя освободится место для нового. Сегодня, как говорится, черви козыри – это день сердечных дел. Он пройдет под знаком глубокой симпатии, любви, душевного контакта и примирения. Настройте свои внутренние антенны на прием, и, возможно, сегодня вам доведется снова влюбиться. Если у вас уже есть любимый человек, то вы сможете пережить с ним новую весну вашей любви. Но не ждите, пока он придет сам и положит к вашим ногам букет цветов. Вот что я тебе сказала, ты слышишь? А сами сделайте шаг навстречу, чтобы судьба точно знала, чего вы хотите, и чтобы стрелы амура не пролетели мимо цели. Вас ждет неожиданный подарок – протяните руку дружбы и любви. Доверьтесь другому человеку. Карты рулят. А вот вы говорите, сегодня, вот карты там, сегодня, да, там то, что и по ипотеке, и по отношениям. Это конкретно сегодня или вот в ближайшее время? Нет, это конкретно твое состояние здесь и сейчас, в моменте. Это означает, что вокруг тебя есть такое поле энергии, понимаешь? Оно может длиться три года, оно может длиться три минуты. Тебе нужно раскручивать. Если ты это раскрутишь, вот что про свидание, да? Да, на сегодняшний момент тебе надо ходить на свидание, но когда ты встретишь своего мужчину, этого уже не надо делать, естественно. Но заигрывать надо всегда, чтобы хватку не терять. Поняла? Ну, с ипотекой тоже, да, как-то прям. Я не поняла ответ, мне надо ее брать или не надо? Я не могу тебе на это ответить. Я же не гадалка, солнце мое, я психолог. Ну, это да. Да-да-да. Пересмотри, потом переслушай, может тебе ответ придет. Да, хорошо. Все, я тебя обнимаю, хорошего вечера. Спасибо. Спасибо за разбор, пока-пока. Ой, девчули, ну вы странные. А выйду ли я замуж через пять месяцев? А посмотрите, будут ли у меня дети через два года? Так, Саня, ну что, вы готовы выйти в эфир, который хочет бросить бухать? Вы готовы выйти в эфир? Пишите. Так, кто хочет совет психолога, пишите. Хочу совет психолога. Вот-вот, на работе я пахну женщиной, Давид Алексеевич всегда ждет мою улыбку. Тебе не надо на работе пахнуть женщиной, пахнет около мужа своего женщиной. На работе она пахнет. Пахучая ты моя. Вот-вот. Так, кто готов? Александр, вы готовы забирать вас в эфир? Или вы только так спросите? Так, кто мне там писал еще? Кто хочет разбор, пишите, пожалуйста. Хочу совет психолога, я вас добавляю, и мы прокачиваемся. Так, я тоже в Красногорске. Можно по карте, в чем найти себя, какая область принесет радость, деньги и пользу Вселенной. Прям область. Непонятно. Наталья, какая область? Не знаю, какая область. Доверяйтесь своей интуиции, будьте терпеливы, хорошо подумайте, прежде чем начнете действовать. Но вообще, когда человек не знает свое предназначение, я всегда говорю, что можно сделать такую практику, разделить лист на три столбика и написать такая техника. В первом столбике, о чем я мечтала в детстве, второе, что я хочу сейчас, и третье, что я умею сейчас. То есть в детстве, что я делала, что я хочу сейчас и что я умею делать. То есть, например, я хочу петь, но петь я не умею, а умею вкусно готовить. И вот из этих трех составляющих у вас составится полная картинка. Саша, звоню вам, Александр. Первый раз я вижу, но, надеюсь, у нас получится. Александр, звоню вам. Если кто-то стесняется, можно телефон держать камерой вверх, поставить его на стол и своего личика прекрасного не показывать. Если у вас есть Wi-Fi дома, вы не через интернет общий, то телефон можно возле Wi-Fi. Александр, вам звоню, что-то плохо соединяет. Как у вас там с интернетом? Саша, звоню вам. Звоню вам. Сейчас три карты на сегодняшний день достану, вам расскажу примерно, насколько сегодняшний день будет откликаться в ваших сердцах. Добрый вечер, Александр. Добрый. Как бросить бухать? Как бросить бухать? А какие у вас цели в жизни, мотивация? У вас есть семья? Почему вы в алкоголе прячетесь? Что вам в этой жизни не нравится, что вы уходите в другую реальность? И Александр пропал. Что-то у вас с интернетом, Саша, что-то у вас с интернетом. Сядьте возле Wi-Fi, если он есть. Ну вот, слетело. В общем, смотрите, ребят, что касается алкоголя, я отвечу, конечно. Здесь это тоже сфера жизни, в которой человек прячется. Так же, как работа. Только здесь он еще и физически забывается о другой реальности. У человека меняется ДНК, у него меняются структуры и нервные клетки головного мозга. Человек уходит немножко в забытие. То есть он живет в виртуальной реальности. И эта виртуальная реальность мешает ему продуктивно действовать в этой жизни. И каждый раз, когда он уходит в алкоголь, он ворует свое будущее. Я в университете на психологии писала... Все нормально, Саша, слушайте. Я говорю, я услышала ваш вопрос, я не услышала ваши ответы. Но я вам расскажу, я писала дипломную работу на тему зависимости, алкогольной и наркотической зависимости. Когда человек имеет какую-то проблему здесь, в настоящем, которую он видеть не хочет. То есть для того, чтобы решить проблему, нам нужно столкнуться лицом к лицу с этой проблемой, пойти навстречу своим страхам. И в данный момент страхи являются движущей силой. Если человек боится своей реальности, может быть, у него есть пила жена, может быть, ужасная мать, которая как дедовщина в армии, может быть, отец, который всю жизнь дрючил и заставлял быть достигатором, а человек хотел быть музыкантом, но не способен он боксировать там и быть великим спортсменом или быть великим бизнесменом. Он может быть создан для того, чтобы просто ходить на свою работу, получать там свои какие-то деньги, зарплату, и ему от этого кайфа вечерами играть на гитаре. Может быть, с детьми что-то часто тоже бывает. То есть причин может быть великое множество. Но главная опасность состоит в том, что человек, уходя в алкогольное опьянение, получает состояние кайфа и эйфории. И он это состояние черпает из ресурсов своего организма. А где организму взять эти ресурсы? Только в будущем. То есть у человека на ближайшие 7 дней есть потенциал 100-100-100-100-100. Он выпил, ну, давайте говорить, алкоголь, да, выпил. И у него сейчас состояние из 30 стало 100. Соответственно, где он эти 70 добрал? Он добрал 70 из будущего. Я понятно объясняю? Поставьте десяточку, если вам понятно. Он из будущего этот потенциал 70 забрал. Соответственно, завтра, когда он приходит в это будущее, у него там осталось потенциала 30. И его организм не тянет ресурс 30. Он хочет опять ресурс хотя бы 80. Где ему опять взять этот ресурс? Опять из себя в будущем. И вот так человек уходит в запой. То есть он из будущего берет ресурс себе в прошлое. И когда он приходит в это будущее и сталкивается с ним лицом к лицу, у него нет потенциала, нет энергии, нет резерва с этим будущим столкнуться лицом к лицу и проживать это будущее. Потому что он свой резерв использовал на вчерашний день. Это что касается осознания и понимания. Решение проблемы лежит в поиске причины. То есть убирая причину, мы убираем следствие. Если человек понимает, от чего он убегает в другую реальность алкогольную, если он понимает, что его в этой жизни не устраивает, и он уходит в эту реальность алкогольную, он может эту причину убрать, выдрать из своего мозга, из своей жизни. И понять, что алкоголь медленно, но верно меня убивает. Мои действия, мои решения медленно, но верно ведут меня к успеху. Отсюда выбор за мной. Сидеть и убивать себя дальше. Либо принять решение и действовать конструктивно и продуктивно для себя. Какие серьги клёвые я хочу. Спасибо, дорогая. И я надеюсь, Александр, я ответила на ваш вопрос. Марина, звоню тебе. Но ты уже, видимо, вышла, да? Что-то у меня тебя нет в этом. Нет тебя в запросах. Да, Мариш, не вижу тебя. Не вижу тебя. В общем, напиши, если ты готова, я тебя заберу. У меня очень хорошая семья, даже не курят, страха нет. У меня есть всё, но я бухаю. Есть причина в этом, Александр. Просто так вы не бухаете. Есть в этом причина. Почему вы туда уходите? Я уверена, что вы достаточно... Раз вы понимаете, у вас есть осознание, что вы в таком состоянии, значит, вы достаточно осознанный, разумный, думающий человек. В чём причина? Признайтесь себе, если хотите, признайтесь нам. В чём причина? Почему вы это делаете? Для чего вам это? От какой действительности вы убегаете туда? Зачем? Чтобы что? Вам спасибо за смелость. Я сейчас с другом, и у него есть вопрос. Если есть возможность в эфир, то давай. У нас осталось 6 минут. Если мы успеем, давай. События происходят в быстром темпе. Многие вещи случаются сразу. Александр, это для вас карта. Попробуйте подумать, в чём причина. Я думаю, что у вас есть какая-то внутренняя причина, которую вы, может быть, не осознаёте или не признаётесь в ней себе. Может быть, не признаётесь. Не знаю. Так, давай попробуем. Это Алексей Наил. Он сейчас тебя послушал, говорит вообще прям всё точку, всё верно говорит. Мухай, что ли, Алексей? Такой красивый, а? Он после работы. Давай сейчас, Лёв, вопрос. Да, хотел бы спросить. Уже 3 года испытываю финансовую трудность. Сейчас рассказывали про алкоголь. Была такая ситуация. Ну, слава богу, пришёл в себя. То есть взял себя в руки. Молодец, Алексей. Я вами горжусь. Спасибо. И как бы вот эти вот трудности, да, они всё равно упираются в эту стенку. Вот уже, да, 3 года у меня финансовая трудность. То есть вот, ну, совсем тяжело как бы. А если я вам скажу, что делать, вы будете это делать? Буду. Вера и решение в ваших руках. Делайте то, что вы считаете правильным. Будьте верны самому себе. Я так полагаю, что та деятельность, в которой вы сейчас находитесь, она правильная. Вам нужно верить в себя, убрать эти страхи. Сейчас я вам эту карту немножко подробнее опишу. Она, карта называется «Справедливость». Карта справедливости. Сегодня от вас требуется ясность мысли. Если вы переживаете конфликт или вам нужно принять важное решение, прежде всего постарайтесь сохранить порядочность и учесть отдалённые последствия своих действий. Возможно, также сегодня вам придётся столкнуться с последствиями действий, совершённых прежде. В зависимости от того, как вы повели себя тогда, вам на душе станет легко или, наоборот, нелегко. Подойдите к делу трезво, объективно, осознавая свою ответственность за принятие решений. Избегайте предвзятости и веры в непогрешимость собственного суждения. Архангел создаёт гармонию в отношениях и может помочь вам принимать решения, которые связаны с другими людьми. Призывайте Архангела для достижения мира между вами и окружающими вас людьми. Но я так понимаю, что всё, что происходит, происходит справедливо и правильно. Скорее всего, этот ваш путь, и знаете, как вот нужно пройти через шаткий мостик для того, чтобы увидеть конечную цель в итоге. То есть вот что-то сейчас на пути есть, может быть, это преодоление страхов, препятствий, может быть, это ваше внутреннее сопротивление, непринятие, может быть, обиды на прошлое. Кстати, может быть, обиды на папу, обиды на маму. Это вообще перекрывает финансовый поток. И сейчас вам не даёт это продуктивной работы в настоящем. Но это обязательно будет, поскольку... Перестаньте читать комментарии, слушайте меня. Там капец вообще. Всё, они мужиков увидели. Да, да, да. Там Паша, Паша уже говорит. Серёж, давай я. Тоже вижу вопросы. Всё, Паша, завтра. У нас три минуты осталось, Паша. Поэтому я сейчас с Лёшей и Серёжей. А ты проехал, Паша, завтра. Алексей, вы меня услышали. Я надеюсь, что я косвенно на ваш вопрос ответила. И я уверена, что у вас просто сейчас, ну, такой период трансформации. Скорее всего, есть что-то, что вы ещё не до конца поняли, что вам мешает вот этой реализации. Опять же, это могут быть какие-то отношения с бывшей женщиной, отношения с родителями, с папой, с мамой. Если есть внутренние обиды, это очень влияет на реализацию в социуме, особенно у мужчины. Потом, если вам приходят деньги, да, какие-то, я не знаю, насколько это, ну, я скажу, как я чувствую. Десятину отдавайте родителям, если они есть, да, у вас. Что-то, чтобы у вас как служение шло. Ну, вот так. Я думаю, что у вас прорвётся. У меня вирус. Женщины беременеют, мужчины богатеют. Так что надышал. Давай, Серёж, целую. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. Всё, обнял. Давай, хорошо. Пока-пока. Ой, прославлюсь я гадалкой, скажу я вам, друзья. Вот я за Сашу беспокоюсь. Что мне делать? Паша, Саша. Паша, вы на меня подписались. У нас осталась одна минуточка, Паша. Завтра начнём с вас. Завтра в семь вечера я вас жду, дорогой мой. Приходите, и мы будем с вас начинать. Я благодарю вас, мои друзья, всех, кто сегодня был со мной. Всех, кто провёл это время и в нашем кругу силы, и задавал мне хорошие интересы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.